Всем привет, друзья! Вы на канале Skytop Games, и сегодня, друзья, мы впервые поиграем в игру под названием Path of Titans. Я давно планировал снять для вас эту игру, но почему-то я застрял на долгое время в Исле, и сейчас... Поиграв буквально минут так 20, я понял, что немножечко нужно отвлечься от The Isle. И посвятить время игре Path of Titans. Боже, друзья, скажу так, что эта игра великолепия. Оно не слеплено из двух кусков пластилина. Посмотри, сегодня, кстати говоря, я буду играть за спинозавра. Здесь он тоже проработан очень хорошо. Краска, физика, все модели очень хорошо сделаны. Не состряпаны, как говорится. Скажу так, друзья, что по окружающему миру здесь довольно-таки тоже все хорошо прорисовано. Деревья, вот посмотри, видишь, ветер. Дует ветер, и маленькие елочки, не знаю, листва, что это летит. Очень правдоподобно. Это здорово. Шаги? Ну, можешь прислушаться. То есть, если мы идем по камням, по гальке, то звуки гальки, а именно, если мы идем по траве, звук травы. Это здорово. Нет, реально, это просто шикарно. Здесь не так уж и много динозавров, насколько я смог заметить. Вот. Но я хочу посвятить эту серию спинозавру. Ой, посмотрите, какой малыш тут рядом бегает. Ты составишь мне компанию? Ну что ж, пойдем. Пойдем, пойдем, друг мой. Кстати, где-то здесь неподалеку пробегал маленький конвинатор. По-моему, правильно он так звучит. Я вот так и не понял единственный момент. Как здесь вынюхивать? По-моему, нюхать здесь нельзя. Видимо, да. Это очень печально. Так, подожди, у нас мертвое тело. Мертвое тело. Кто это? Подожди. Или это отдыхающий динозавр? А, нет, стой. Это еще один спинозавр, но мертвый. Да, точно. Так, слушай, ну давай будем есть его. Я не знаю. Подожди-ка. Стой. Короче, ребята, я так и не понял, как есть мертвую тушу. Возможно, это такой пока еще баг. Да, игра в стадии разработки. В общем, тушь вообще полностью просто исчезла. Вот. Ну ладно, не суть. Пойдемте дальше. Насколько я знаю, здесь есть даже рыбная ловля. Так, мы хотим пить. Мы хотим... Ну, не совсем, конечно, я голоден. Давайте попробуем крикнуть. И послушаем, насколько ужасен здесь спинозавр. Ого, монстр. А в ответ тишина. Я надеялся, услышу в ответ каких-нибудь травов или еще хищей. Мне нравится здесь, знаете, как он... Вот проработана физика передвижения. То есть, в гору он очень в крутой... На крутой склон поднимаясь, он очень медленно ползет. Посмотри, как он переставляет лапки. А где наш малыш? Куда он ушел? Довольно-таки густые леса здесь. Объемно все выполнено. Посмотри на его хвост. Это пила. Так, я, по-моему, уже даже кого-то слышал. Ну что ж, ладно, пойдемте на крик. Возможно, даже будет какое-нибудь сражение. Так, а мне интересно, перелом лап здесь существует? Нет, по-моему, нет. Такая туша здесь даже пока не может сломать ногу. Хотя я могу ошибаться. Стой. Вот, кстати, на спринте, на спринте, по-моему... Вот если сесть на спринт и потом разбежаться, то скорости это особо не дает, не преувеличивает. Пен Винантор уходит. Ну ладно, ладно, я тебя догоню, малой. Догоню, догоню. Блин. Первая упущенная наша жертва на сегодня. Хотя, вообще, по идее, я его прокусывал. Вот если приглядеться, я кусал прям его. Как я не мог попасть в него, вот это непонятно. То есть надо смотреть полностью вниз, что ли? Пойдемте, короче, дальше вниз спустимся. Эх, так обидно за... Маленькую непойманную дичь. Он обратно вернулся. Он вернулся обратно. Ну давай. Подожди, то есть прокусывать надо раньше, я так понял, да? Он не успевает, что ли? Я нажимаю на его кнопку мыши, и спустя только там секунды-две начинается прокус. Ну, я так заметил. Все, все, да, вот, все. Точно. Хорошо, ладно, я буду знать. То есть одна-две секунды дается на прокус. Надо пораньше кусать. Хорошо, ладно. Очень замечательно так. Но жертва почему-то у меня перемещается все дальше и дальше. Я только начинаю подходить к ней. Что за прикол? Теперь он на месте. Ну а что он хотел иметь дело со спинозавром? Это надо быть просто чокнутым. Чтобы на таком мальце накинуться на вот такого, извините, гиганта. Path of Titans. Это надо быть ненормальным. Ох, друзья, как мне нравятся звуки бега. Это просто великолепно выполнено. Послушай, как он бежит. Вот это реально здорово сделано. То есть не просто какой-то ботанье там. Как будто находишься в консервной банке в какой-то, да? А вот. А здесь прямо-таки мы слышим звуки... Стой. Это что? А, это орешки. Я думал, чьи-то яички. Прям реальные такие здоровые громкие шаги динозавра. Ну, с таким, конечно, ботанем меня далеко заметят и услышат. Кстати, хотел сказать по поводу стамины. Стамина у спинки тратится довольно-таки быстро, но... Тем не менее, она быстро восстанавливается. Это даже несмотря на то, что это взрослая особь. Да, то есть нам надо было бы там отлежаться, допустим. А тут даже при ходьбе она быстро восстанавливается. Это здорово. Кстати, сейчас я покажу такую фишечку. Смотри, мы присели, но мы можем еще и лечь спать. И стамина восполняется намного-намного быстрее. Да, это здорово. Это как в Бермуде. То есть ты лег спать, и твое здоровье полностью восстановилось. Так, ну ладно, пойдемте дальше. Посмотрим, какие приключения нас ждут впереди. Так, кстати, я так и не проверил, что у него по крикам. Давайте посмотрим. Ну, на единичку мы уже, в принципе, знаем. Достаточно громкий и страшный рев. Давайте нажмем на двоечку. Троечка. Ох, это ужасающе. Это ужасающе. Четверочка. Ну, как-то слабовато. Ой. Это что было? Знак приветствия. О, смотри, мы даже нарвались на грибы. Представляешь, ты идешь такой по лесу, собираешь грибы, и такая огромная туша многотонная выходит просто из елок. Твоя реакция. Пиши в комментариях. Фух, друзья, как меня убивают эти долгие брождения, но оно того стоит. Ребят, мы все-таки вышли к реке, и сейчас мы будем утолять свою жажду. Давайте приступим, почему бы нет, и посмотрим, как наш спинник будет глотать воду. Ох, это великолепно. Это просто здорово. Кстати говоря, почему-то у меня тогда не получилось кушать ту тушу спинозавра, а вот насчет воды я просто нажал на кнопочку Е, задержал ее, и он у меня стал восполнять жажду. Мы стали пить воду. Слушай, посмотри, как он смотрит в стороны. То есть, он пьет воду, но при этом же он наблюдает в стороны, чтобы с какой-нибудь другой стороны на него не напал другой хищник. Он следит за опасностью, он контролирует себя, это классно. Так, ну что ж, давайте попробуем пройтись вдоль реки. У нас уже практически, да, у нас сумерки, скоро будет ночь. Я думаю, река нас куда-нибудь непременно должна привезти. Что я заметил по воде, именно по физике, что нету особых всплесков воды. То есть, ну даже несмотря, что это не глубокая речушка, я бы даже назвал мелкая речушка, но какие-нибудь всплески все равно должны были бы быть. Ну, да бог с ним. Ладно, это уж не настолько критично. А ведь спинозавр это своего рода водоплавающий динозавр, правильно? И возможно, если мы сейчас придем в более, наверное, такое глубокое русло реки, попробуем даже проплыть. Так, ребятки, в общем, мы пришли опять в конец локации, но это не суть. Это не суть. Я думаю, если вам понравилась данная моя первая серия по Path of Titans, обязательно вставьте пальчик вверх. Пишите в комментариях, хотим ли мы продолжение этой игры. Вообще, ну, свои мысли я полностью высказал уже, наверное, в течение всей этой серии. Ну, а по поводу стримов по этой игре скажу так, ребятки. Многие меня спрашивали в комментариях, писали мне. Будут ли съемки вестись по Path of Titans, либо какие-то стримы. Насчет стримов пока я не уверен, друзья. Нужно пока еще все-таки разобраться с механиками этой игры, побродить по острову, поизучать. Ну, а потом уже можно и завести стримы. Но я думаю так, что продолжать снимать Path of Titans я обязательно продолжу. И мы даже поиграем на каких-нибудь других динозавров, рассмотрим. Не будем останавливаться на спинозавре. Просто в этой серии я выбрал данного монстра, чтобы меня особо здесь никто не подвергал опасности при первых съемках игры. Ну что ж, друзья, наверное, давайте закончу я на этом такой мини-обзорчик игры Path of Titans. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok